Спустя полвека дочь героя узнала про подвиг своего отца. Месяц назад новгородские поисковики нашли останки военного летчика, установили личность и разыскали родственников. Прах погибшего доставили в Волгоградскую область, на малую родину, в Михайловку. На церемонии перезахоронения побывала наша съемочная группа. Слово Людмиле Кухаревой. Это одновременные встречи и прощания. Только через 68 лет семья пропавшего без вести в 42-м году летчика Михаила Гаврилова узнала его судьбу. Любовь Михайловна была еще совсем малышкой, когда ее отец отправился на фронт. Письма с передовой теперь семейная реликвия. Конечно, рады, что пошли навстречу нам, чтобы переправить останки моего деда, мамкиного отца. Что знаете о своем летчике? Что он летчик был, что воевал. Все знаю без писем, без рассказов. В свои 26 лейтенант Гаврилов был опытным летчиком. На счету заместителя командира эскадрильи 27 боевых вылетов и десятки уничтоженных танков, машин и вражеских орудий. Во время последнего задания в небе завязался неравный бой. Подбитый немцами самолет Михаила Гаврилова рухнул в Новгородские болота. У нашего командира Анатолия Степановича Павлова была информация о месте падения штурмовика Ил-2. Мы решили проверить эту информацию, нашли место падения, нашли воронку и в процессе раскапывания самолета обнаружилось тело летчика. Новгородским поисковикам повезло. В кабине затонувшего в болоте штурмовика сохранился партбилет погибшего летчика. По нему установили личность и нашли родственников Михаила Гаврилова. Но это редкость отмечают ребята из Волгоград-Патриот-Центра. Из полутора тысяч советских солдат, останки которых были перезахоронены этим летом в нашей области, установлены имена только 25. Сложность заключается в том, что не всегда при бойце сохраняются те именные вещи, которые при нем оставались. Не всегда можно расшифровать надпись на медальоне, надпись на ложке, надпись на котелке. Поэтому такие случаи редки. Останки летчика были доставлены на военном самолете. В Михайловке это первый случай, когда погибшего фронтовика перезахоронили на родине. В местном музее теперь будут храниться кожаный планшет и наградной лист Михаила Гаврилова. Незадолго до смерти, за мужество и отвагу он удостоен ордена Красного Знамени. Это сегодня и патриотическое воспитание молодежи, это и поклон всех земляков нашего города, от всех тех, кто сегодня живет, благодаря тому, что вот такие молодые люди погибали. И, конечно, защитив нас, они не смогли защитить себя. Останки лейтенанта Михаила Гаврилова покоятся в центре городского кладбища Михайловки. Рядом с поклонным крестом заложена аллея ветеранов. С 2007 года здесь хоронят участников Великой Отечественной войны, которые защищали мирное будущее своих земляков. Людмила Кухарева, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба» из Михайловского района.